Крепкий Орешкин 2 Серебряный дождь Время говорить Вот так вот время говорить перешло во время Дмитрия Борисовича Орешкина. Дмитрий Борисович, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Ну что, в ГАГу нас тащите? Ну давайте. Неделя вообще могучая была в смысле информационных поводов. Ну давайте начнем с ГАГи. Потому что в понедельник там начался заключительный раунд слушаний по ходатайству мажоритарных акционеров ЮКОСа об отмене решения окружного с большой буквы суда ГАГи, который отказал им в выплате 50 миллиардов долларов со стороны России. В понедельник начался апелляционный суд. Слушания пройдут 23, 24 сегодня и 30 сентября. Что интересно, представляющий интересы России адвокат Андрей Кондаков, руководитель Международного центра правовой защиты, уже выступил не на суде, а перед журналистами на пресс-конференции. И указал на ряд ошибок, которые с его точки зрения допустил апелляционный суд. Одна из ошибок заключается в том, что иностранные инвестиции, о которых идет речь в иске, по сути таковыми не являлись, объяснил господин Кондаков. На деле речь о российских деньгах, которые пропускались через офшорки с целью ухода от налогов. И, как он заметил, договор энергетической хартии неприменим к таким случаям. Я цитирую. Он создавался для защиты настоящих иностранных инвестиций по линии добропорядочных иностранных инвесторов. ЮКОСовские олигархи таковыми не являются. Но, насколько я считаю, Ходорковский возглавил ЮКОС за взятку в 250 миллионов. Это параллельное сообщение, но довольно сложно себе представить, чтобы организатор ЮКОСа возглавил этот самый ЮКОС за взятку, который непонятно кому дал в размере 250 миллионов. Хотелось бы узнать, кому заплатил-то хоть. А я даже и читать не стал эту новость, потому что я думаю, что это просто отвлечение внимания. Но я продолжу цитировать господина Кондакова. «Люди с нечистыми руками, люди, совершившие экономические преступления, не имеют права искать правосудие ни в российских, ни в зарубежных судах», – сказал юрист. Вот это очень интересный подход. Моя точка зрения заключается в том, что самая распоследняя сволочь, которая, кстати говоря, пользовалась законными правами, предусмотренными Российской Федерацией о так называемых офшорных предприятиях, получила оттуда инвестиции, действительно, которые точно и бывали российскими деньгами. Но почему они не защищаются экономическими законами, вот это для меня загадка. Равно как и для меня загадка, почему люди нехорошие не имеют права искать правосудие ни в российских, ни в зарубежных судах. Вот здесь есть очень важная развилка. Или любой человек, самый неприятный, даже такой, как Михаил Ходорковский, имеет право на судебную защиту и на разборку своих претензий к власти. Или, поскольку он нехороший человек, не имеет. Вот это, собственно, разница между правовым сознанием и неправовым сознанием. Это разница между 21 веком и средними веками. Значит, сначала мы обвиняем человека в том, что он такой-сякой, а потом отказываем ему в праве искать правосудие. Очень юридически грамотная позиция. Ну, с точки зрения пропаганды, по-моему, очень логичная. Так, с точки зрения пропаганды, да. Вот вы, например, нехороший человек, все, и теперь вас можно линчевать. Это же классно, и можно ваше имущество разграбить. Вот, очень правильно. Я хочу сказать, что это логика средних веков. А вот сейчас все-таки в мировом правовом сообществе принята немножко другая логика. И то, что наш представитель Андрей Кондаков вот с такой логикой пытается добиться чего-то в апелляционном суде ГААГе, ГААГе, с моей точки зрения, означает, что он достаточно плохо ориентируется в ситуации. Еще одной ошибкой. Но мне кажется, вот, Дмитрий Борисович, позвольте вас прерывать. Мне кажется, что он очень хорошо ориентируется. В советской, в российской ситуации. Его же, его задача вот этого Дмитрия Кондаков, как вы его назвали? Андрей. Андрей Кондаков. Его задача получать деньги, я так понимаю, за адвокатскую защиту. Если у него будет другая, то бишь, у него будет юридическая позиция, то ему этот контракт не отдадут. А если он будет озвучивать этот бред, что, типа, вот, там, господин Ходорковский редиск, и поэтому ему нет права ни в каком, он будет этот контракт иметь долго и упорно. Это я понимаю. Меня интересует... Ничего же личного, только ипотека. Как это воспримут в ГААГском суде? Да никак. Они скажут, ну, нет, они, я думаю, что каждый из сторон понимает, что он не бредит, что он в трезвом уме здравой памяти, что он, попросту говоря, продляет свой контракт. Потому что если он заявит юридическую позицию и будет по ней отстаивать, то и суда-то не будет. А давайте спросим у слушателей между делом. Вот где бы они хотели жить? В обществе, где нехорошие люди имеют право искать правосудие? Или в обществе, где право на правосудие есть только у хороших людей? Давайте больше, условно, спровоцируем. У господина Чикатило должен ли был бы быть самый лучший адвокат? И должна ли была бы быть у господина Чикатило соревновательность на суде, в процессе? Интересный вопрос. Плюс 7903-7976-333. Я напоминаю, друзья, для ваших ответов и смс-портал и ватсап, а также не забывайте про видеотрансляцию на нашем канале в ютюбе. Там тоже можно оставлять комментарии. И еще одной ошибкой, которую бдительный Андрей Кондаков отметил в действиях трибунала, оказалось то, что, как по его словам, значительную часть решений арбитра была написана помощниками арбитров. Вот это, конечно, тоже очень серьезное преступление. Господин Кондаков считает, что помощник не имел права этого делать. Решения должны быть подготовлены самими арбитрами. Если они это не сделали, серьезно нарушив свой мандат и злоупотребив доверием сторон, то это серьезное нарушение. Уже только на этом основании их решения должны быть отменены, подчеркнул господин Кондаков. Я, со своей стороны, расскажу, что в России около 50 тысяч судебных протоколов дословно списаны либо с обвинительного заключения, либо с прежних протоколов по близким делам. Это было подсчитано экспертами «Новой газеты». Как вы считаете, вот у меня тоже интересный вопрос к слушателям. Помощник арбитра имеет право готовить для арбитра тексты решений, или его задача только чай подносить? Вот, кстати, как вариант. Вот у нас, кстати, нам дозваниваются слушатели 730-101. Я продолжу эту логику. В частности, помощники президента Российской Федерации, господин Белоусов, Фурсенко или Сурков, имеют право предлагать президенту на рассмотрение и на подпись, какие-то бумаги, которые они написали, решения, указы или программы, или не имеют. Вот почему наши помощники готовят какие-то документы, а помощники гаагских арбитров не имеют права такого делать? Это вот для меня загадка, потому что если с такой правовой позиции Российская Федерация выступает в ГААГе, то мне кажется, что было бы лучше уж прям сразу послать туда господина Золотова, руководителя Росгвардии, чтобы он сделал из арбитров сочную отбивную. Кстати, между прочим, это может быть очень прогрессивно. Я считаю, что это гораздо эффективнее, чем таких юристов посылать. Есть одна проблема, как туда Росгвардию вывезти? Ему в одиночку будет тяжеловато. Слушатели, нам пишут, что у Чикатило должен быть лучший адвокат, ведь пока суд не признал его серийным убийцей, он не был серийным убийцей, он был обычным гражданином. Если мы до суда называем его серийным убийцей, то для чего тогда, в принципе, суд? Ну, если вы заметили, то когда про американские фильмы, вернее, не американские фильмы, а американскую новостью смотришь, то регулярно видно, что даже когда берут убийцу, вот он реально застрелил человека, то в новостях его лицо блюрится. То есть это всегда, то есть его не идентифицируют, именно по причине того, что все равно доказать, прокурор должен... Пока судья свое слово не сказал, или арбитр, в данном случае, он такой же гражданин, как все. Это называется правовая позиция. Радиослушатель гораздо более близок к правовым, скажем так, к традициям или правовому пониманию нынешней реальности, чем представитель Российской Федерации в Главском суде. И это тревожит. Еще комментарий. У всех должен быть защитник, даже у заведомо проигравших, и у Чикатило тоже. Ну вот и доигрались, хороший или плохой, это уже приговор, а потому от противного. Все имеют равные права на защиту. Алексей из Москвы. Еще комментарий. У всех должно быть право на защиту, так как решать, плохой человек или нет, виноват он или нет, должен как раз суд рассмотрев все аргументы. Вчера как раз слушала Николая Сванидзе про Веру Засулича. Правда ли же выстрел ее в генерала? Твори дрожащие прав не имеют. Цитаты Раскольникова присылают нам слушателям. И еще сообщение в WhatsApp. Ходорговский, как тварь дрожащая права. Да, 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 мне еще понравилось тоже. Презумпция невиновности всем одинаково качественных адвокатов, судей, судов и арбитров. Мне кажется, помощник арбитра имеет право. Я думаю, что у помощников опыта не меньше, чем у арбитров. Вот такие сообщения слушателей. Ну, люди-то нормальные ведь на самом деле. Меня очень печалит то, что моя страна какой-то ненормальной выглядит. В частности, вот в этом самом проклятом ГАГском. Не трибунале, а в данном случае арбитраже. Ну, ладно, бог с ним, проехали. Следующая новость. Россия объявила шпиона ЦРУ Олега Смоленкова в международный розыск, как без вести пропавшего. Значит, вчера, 23 сентября, Россия объявила в розыск. Олега Смоленкова, который являлся информатором по сообщениям американских СМИ, американских спецслужб. Сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в МВД. Раскрывать детали информации не стали, но сообщили, что действительно Олег Смоленков работал в администрации. Функционировал он как секретный агент американских спецслужб или нет. Не функционировал, об этом не говорят. Но говорят, что он пропал. И в Москве очень озаботились его исчезновением. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Россия запросила информацию у Интерпола о местонахождении Олега Смоленкова. Она подчеркнула, что россиянин пропал на территории США вместе с семьей. Вот теперь, значит, Интерпол будет в Соединенных Штатах искать господина Смоленкова, а Соединенные Штаты будут его прятать, видимо, по программе защиты свидетелей. Интересная драматургия развивается. Ну, значит, какое-то правовое основание создается для того, чтобы этого Смоленкова нашли и, по-видимому, вернули родине, потому что она очень озабочена защитой прав своего гражданина в Соединенных Штатах. Интересно будет, если его вернут. Но я думаю, что его не найдут. Интерпол-то признал его в вину? А про это нам ничего не говорят. Объявили, наверное, имеют право объявить. А уж Интерпол будет... Принимает решение. Да, будет он отмечать его фамилию красной строкой или не будет, это от него зависит. Следующая тема, очень интересная. Ну, может, слышали наши уважаемые радиослушатели, что в ноябре будут выборы в Академию наук. Лебапает на... Да, будут выбирать 76 академиков, 76 вакансий и 171 член-корреспондент. А комиссия Российской Академии наук по противодействию фальсификации научных исследований к выборам разместила официальный доклад. Я подчеркну статус доклада, официальный доклад. Он коснулся 56 кандидатов в Академике и в член-корреспонденты. Значит, используются в том числе данные и методы так называемого диссернета, который, используя современные информационные технологии, сравнивает тексты опубликованных диссертаций всех этих соискателей. И выясняет, что в целом ряде случаев у многочисленных претендентов их насчиталось 56 человек в Академике и в член-корреспонденты, диссертации, грубо говоря, состоят из плагиата. У кого-то наполовину, у кого-то на треть. Ну, я не буду перечислять все фамилии, это скучное занятие, а назову лидеров среди научных учреждений. Ну, например, среди учреждений, где защищены диссертационные работы с очевидными, не закавыченными, или, грубо говоря, передранными кусками текста из ранее опубликованных работ, на первом месте Кабардино-Балкарский научный центр Российской Академии наук. Там 40 таких диссертаций защищено. Может, они просто используют материалы, как раньше было? Ну, не пропадать же добру, да? Конечно, ссылки на речи вождей... Нет, ссылки на речи вождей — это отдельная история. Это всегда закавычено и всегда сказано, что, как сказал Леонид Ильич Брежнев, или... О, в малой земле. А здесь просто идет дословное переписывание без ссылок на источник. В простоте это называется плагиат. Но новые песни пишет тот, у которого старые плохие, как известно. Зачем, когда уже все придумано? Так вот, значит, на первом месте Кабардино-Балкарский научный центр — 40 работ. На втором — Институт социально-политических исследований «Исперан» Российской Академии наук — 20 таких работ. И на третьем месте Институт проблем региональной экономики Российской Академии наук. У них там 18 таких диссертаций защищено. А второй показатель — это участие сотрудников какого-то научного учреждения в защите таких работ. Не написания, а защита. То есть, может быть, научный сотрудник руководителем такой вот плагиатной работы или оппонентом этой самой плагиатной работы. И по количеству таких вот сотрудников, которые выступали в качестве руководителей или оппонентов работ, в которых существенный вклад плагиата. Опять на первом месте Кабардино-Балкарский научный центр Российской Академии наук. 68 раз его сотрудники или выступали в качестве руководителей, или в качестве оппонентов вот таких халтурных исследований. Ну, может, это случайно совпадет? Наверное, случайно, конечно. Институт экономики РАН 58 раз таким образом отметился. На третьем месте Пермский филиал Уральского отделения Российской Академии наук 46 раз. А Эсперан держит почетное пятое место. У него 28 сотрудников отметились на защитах с такими вот диссертациями сразу после Дагестанского научного центра РАН. А ради чего вообще? Да там какие-то доплаты. Я просто помню, что... Нет, ну это же статус. У нас же ведь... А в чем статус? Я вот просто помню. Уважение. Ну, академик. Например, приятно же звучит академик Российской Академии наук Рамзан Ахматович Кадыров. А просто это великий ученый. Вы все-таки не забывайте, не сравнивайте каких-то там никому неизвестных Рамзана Ахматовича Кадырова как академика. Он все-таки... Он не совсем... Вот это не Российская Академия Наука, а Российская Академия Естественных Наук. Хотя, возможно, у нас еще должна быть Академия Неестественных Наук. Понимаете, тот вклад в науку, который внес Рамзан Ахматович, не внес никто. Поэтому здесь надо просто... Я считаю, что его... Шляпу надо снять. Нет, его работы надо в школе изучать, в учебнике внести. Ну, я думаю, мы к этому еще придем. Придем все-таки. Ну, слава Богу. Я за будущее своих детей спокоен. Ну, среди вот таких ярких людей отметился Сергей Николаевич Бабурин, известный мыслитель, так скажем... Современности. Современности, да. Да, у него под его руководством защищены две кандидатские диссертации с явными признаками плагиата. И он был оппонентом одной докторской диссертации с плагиатом и одной кандидатской. Так что все нормально. Наука у нас лидирует в мировом пространстве. Можно быть уверенным в светлом будущем. Ну, по крайней мере, многие отмечают, что вклад в образование и в науку — это основа будущего России. Ну, конечно. Они же воспитывают студентов, они воспитывают преподавателей. Это такая наша научная элита. Ну, вот Николай из Москвы нам пишет, что тут нужно понимать, что использование материала идет не на уровне его переработки, а просто тупым копипастом. То есть включаются целые абзацы из чужих работ. Да ладно бы абзацы. Страницами. Там вот просто берется... Я вот единственное не понимаю. У нас что, копирайтеры пропали? Ну, это же не очень дорого взять, попросить... Так что ты делаешь, что испаскудились копирайтеры. Понятно, что это делают копирайтеры. Но они же тоже, значит, берут в интернете куски, выделяют, копируют, вставляют в другой текст. В расчете на то, что никто никогда не прочитает, никому это никогда не будет нужно. Ну, это сто раз эти цитировались диссертации, где одни и те же цифры, одни и те же обороты, но идет в одной диссертации про мясо, а в другой диссертации про шоколад. А цифры там производства... Меняется там свинина на говядину, обменяется белый шоколад на черный шоколад. И получается, одна диссертация посвящена производству шоколада, а вторая диссертация посвящена производству мяса. Отлично. И мы идем вперед вот так с мимильными шагами. Черт, у подробности город какой, я понял. Да, а потом товарищи почему-то удивляются, что что-то где-то падает, взрывается, урожайность какая-то не такая и так далее. Не надо писать диссертацию нам с вами. Давно... Нет, вот я, честно говоря, я слаб докторскую и не стал писать. У меня по этому поводу есть личный опыт. Я всю жизнь работаю в академическом институте. Кстати говоря, наш институт ни по каким параметрам, нигде не попал. Не попал, потому что, ну, потому что, в общем... А я только кандидатский минимум сдал, а что-то... А диссертация на руках не поднялась, да. Ну и, в общем, вот в нынешнем контексте как-то даже и стыдновато быть доктором наук. Тут на кого не посмотришь, все доктора. Особенно среди наших политиков, начальников и так далее. Даже я вспомнил президент у нас, кандидат экономических наук, и такие у него тоже нашли... Да? Ну, это случайность. Я думаю, да. Я думаю, тут здесь вообще целая куча случайностей. Не может быть это систематично, правда? Обозначено. Ладно. Хорошо. Значит, вот у нас есть глава Роскомнадзора. Отличный человек. Александр Жаров. Так. И он как раз на прошлой неделе выступил с обещанием наконец подорвать пиратский корабль телеграмма. Все-таки молодец. Когда-нибудь. Молодец. Когда-нибудь. Когда-нибудь до этого ушло. Давайте, давайте, давайте Жарову путь дадим, чтобы он подорвал им все-таки этот телеграмм. Он на форуме «Вся Россия», «Союз журналистов» Давайте. Пояснил, что Роскомнадзор работает над созданием новой системы противодействия запрещенному контенту, которая учитывает не только IP-протокол. Мы над этим вопросом работаем. Я цитирую. Я думаю, что в пределах этого года нам будет, что вам рассказать, сказал Жаров. Он добавил, что в телеграмм работают грамотные и опытные программисты, которые меняют конфигурацию мессенджера. То есть их вот так вот на кривой козе не объедешь. Это будет, я опять цитирую, борьба снаряда и брони. Вопросом мы этим занимаемся. И пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем. По-серьезному, заявил Жаров. Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует телеграмм по решению суда из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Сервис по-прежнему функционирует. Вот, кстати, к вопросам о чиновниках. Они же работают, от них пар идет. Они уже полтора года блокируют телеграмм. Дайте ему шашку и коня. Нет, это не работает, потому что пиратский корабль. Ему пушка нужна. Это же морское сражение. Но пусть на коне доплывет. Ну, если только на коня пару сами снабдить, и еще бортовой артиллерии. Вот это когда-нибудь. Когда-нибудь это вдохновляет. Ну, пусть стеснялись бы хоть что-либо. Порядок же должен, когда-нибудь. Знаете, мне это напоминает старую шутку. В жизни каждой девушки наступает момент, когда она со всей определенностью твердо должна сказать вполне возможно, что может быть и да. Вот и да. Я тоже думаю, что на самом деле на борьбу с телеграммом правильнее было бы отправить руководителя Росгвардии господина Золова. Вот. Он бы из него быстренько сделал сочную отбивную, и все проблемы были бы решены. Все-таки чувствуется в вас креатив и государственный взгляд. А я государственник в душе своей жизни. Так что тут никаких проблем. Между тем, российские легкоатлеты на чемпионате мира, в скобочках ЧМ, если кто не знает, в Катаре, выступят в нейтральном статусе. Все-таки нейтральном или там есть шансы еще? Нет, уже нет. В этом смысле нет. Потому что чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября, что и октября. А 10 сентября Международная ассоциация допустила 11 российских спортсменов в нейтральном статусе. Потому что 9 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала восстанавливать членство Российской Федерации. Из-за, естественно, допинговых скандалов. Министр спорта России Павел Колобков объяснил, что организация могла прийти к такому решению, имеется в виду международная ассоциация, под влиянием массированной компанией в СМИ. Вот в чем дело-то оказывается. А, СМИ виноваты. СМИ, конечно. Потому что еще в 2015 году после публикации комиссии Ричарда Макларена о допинге были приняты решения об отстранении. А сейчас мы вот слышим, что по требованию Международной ассоциации, в частности, не только легкой атлетики, но и вообще олимпийской, наша страна представила им компьютерные файлы по борьбе с допингом в российской антидопингной комиссии. И там были найдены свидетельства подчистки, подменяли сообщения. В связи с этим опять начинаются скандалы, в связи с этим похоже и следующие олимпийские игры в Токио, кажется, они будут, могут прошелестеть мимо нас, опять будут наши бегать и прыгать. Ну, насколько я понимаю, что там ВАДА говорит о том, что РУСАДА, то есть РУСАДА, это, соответственно, российское агентство, они не аттестуют, попросту говоря, для... Ну, потому что не сходятся. Значит, у них есть базовый источник, который им представил перебежщик, известный всем, не будем называть его фамилию, и они потребовали представить настоящий, не из какого-то там сомнительного источника, а реальный. Так вот, значит, получили этот реальный файл, и опять же, как и в случае с Диссернетом, довольно простой анализ с помощью формальных процедур показывает, что там не бьются результаты. Ну, вот... Ну, что есть подчистки. Беда такая, да. Так что, скорее всего, и следующие олимпийские игры наши будут бегать под нейтральным флагом. Очень жаль. Ну, что делать? А это все виноваты СМИ, как нам объяснил господин... Как его фамилия, так дай бог памяти. Господин Колобков, министр спорта Российской Федерации. Да не, ну, это происки... Да понятно, что происки. Ну, что, Дмитрий, о чем говорить-то? В происки... Удары в спину... Вот, нож в спину, чувствуете? Да, или пониже спины. Вот. Ну, вот обидно. Обидно за наших спортсменов, тоже пишут наши слушатели. Люди жизнь кладут и здоровье ради единственного случая. Плюс 7903-797-6333. Дмитрий Борисович Орешкин в гостях у «Серебряного дождя». Мы продолжим, друзья, через несколько минут. Крепкий Орешкин 2. Серебряный дождь. Время говорить. Да, время не только говорить, но и делать. У меня в гостях действительно Дмитрий Борисович Орешкин, независимый политолог. И мы тут вот на спорте остановились. Да, Вадим нам пишет. В итоге это удар по большому российскому спорту на долгие годы вперед. Люди перестанут идти в спорт, боясь таких вот подстав. А я, кстати, могу сказать, что я слышал выступление одного из действующих легкоатлетов. И он сказал, что практически легкоатлеты, которые, ну, скажем так, еще не были на излете возраста, уже прекратили. А молодые просто не готовятся. Потому что смысла нет. Потому что они все готовятся на Олимпиаду. Олимпиада для них высшее достижение. Ну, вообще, конечно, это оскорбительно. Да, тут очень больно все это наблюдать. Я бы хотел немножко отрулить назад к Академии. Вот в моей жизни прежней, когда я еще был научным сотрудником, был момент, когда я брал интервью у Ивана Дмитриевича Папанина. Замечательный наш полярник, всем хорошо известный. То есть тот самый? Тот самый Папанина настоящий. Интервью это проходило у него дома. Это вот в том переулке на Арбате, где памятник Акуджаве стоит. Если смотреть на Акуджаву, то слева этот дом. Ну, это было последнее интервью в его жизни. Ему было уже 89 лет. Мы с ним долго разговаривали. И, видимо, он как-то так разошелся, расчувствовался. И уже после того, как мы с ним там и закусили, и выпили немножко, он ударился в воспоминания, в частности, про Академию наук. Он говорит, вот мне сказали, Папанин, будешь академиком. А я говорю, какой я академик, я Папанин, говорит он. Вот Петя Шершов, он, значит, академик, он с ними плавал на льдине. И стал рассказывать про Шершова. Вот отличный мужик, вот сидит, как все, значит, пьет, там, закусывает, веселится. И вдруг наступает момент, когда он замолкает и начинает вот правой рукой левую поглаживать от локтя вот кисти. И вот он так гладит, гладит эту руку. И тут все. Ну, я все неопределенные артикли, которые мужчины экспедиционного статуса употребляют в этих разговорах, опускаю. Значит, тут все, конец. Потому что все идет в ход. И бутылки, тарелки, там, стаканы. Крутой был мужчина. Академик. Я теперь, когда прохожу мимо Института океанологии имени П.П. Шершова на профсоюзной, всегда эту историю вспоминаю. А, кстати говоря, Институт океанологии очень неплохой. Он действительно серьезное научное учреждение. И, в частности, в 70-х он первым принял глобальную теорию плит. Потому что в геологические структуры протестовали. Они называли это лженаучными измышлениями, буржуазными. И преобладали, так называемые, фиксистские настроения. То есть никаких плит, кора может двигаться только вверх-вниз, а ползать влево-вправо не может. А Институт океанологии как раз вот первый на это перешел. Ну, они специалисты по морской геологии лучшие. Тогда были в Советском Союзе. И не на последнем месте в мире. Но сейчас не хватает ресурсов, не хватает кораблей, не хватает бурительных установок. Тут, к сожалению, мы опять начинаем отставать. Но уже Шершов-то к этому никакого отношения не имеет. А сам Иван Дмитриевич, он внес действительно благое дело сделал. Внес серьезный вклад в сохранение научных кадров. Как раз когда послевоенное время началось борьбы с космополитизмом, он как такой крестьянский хозяин рассматривал ученых еврейской национальности, со слабостью по пятому пункту, как полезный ресурс. И он около 300 человек вывез в Барок и создал там такой исследовательский центр. Барок — это Вярославская область. Институт, кажется, биологии внутренних вод, как-то он вот так назывался. И эти люди там вдалеке от Москвы, вдалеке от Петербурга, они там пересидели. А Попадине там самое замечательное воспоминание, потому что он вот так как простой хозяйственный мужик, сберег вот эту вот когорту людей, которые, в общем-то, должны были бы как поклонники или последователи буржуазного учения менделизма-морганизма и хромосомного учения наследственности, должны были бы, ну, или быть высланы, как, по крайней мере, куда-нибудь, потому что они были осуждены на самом высоком уровне, как последователи лженаучных западных. — Ну, все-таки буржуазные теории там. — Буржуазное влияние сказывалось, да. — Ну, вот Иван Викторович... — И непролетарское происхождение, наверняка. — Ну, может, и пролетарское, но по пятому пункту они были слабы, конечно. — Вот, наверняка были... — А он их сберег, вот, на самом деле. — Зря, зря, зря. — Думаете, зря? — Однозначно. Ну, вот, ну, понимаете, вот, так бы они бы в сельском хозяйстве, там где-нибудь налицеповали, давали бы норму. — Да, а тут они каких-то морских букашек изучают. — Вот, вот, чувствуется, вот, все-таки у вас... — Да, у вас, да. У меня есть некоторое государственное здоровое зерно, оно, правда, подавлено, но я рад вас наблюдать тоже. — А я стараюсь его выдавать на гора, а то как же этот букашек изучать? — Ну, вот Иван Дмитриевич тут как-то слабину тоже дал. Тем не менее, вот, значит, после того, как вышло это интервью, кстати, журнал «Наука в СССР», он мне позвонил на работу, он говорит, «Дима, спасибо, хорошее интервью, тебе там в институте мешает кто-нибудь?» — Ты, говорит, скажи, мы быстро разберемся, и сядешь на его место. Я говорю, я как-то так ошалел немножко, говорю, «Не, Иван Дмитриевич, спасибо, я уж как-нибудь сам разберусь». То есть у него такое очень функциональное было мышление. — Я слушателям напоминаю, друзья, что вы можете также дозвониться в прямой эфир 730-101, а вот Гюзель из Казани пишет нам следующее. «Проблема в том, что академики оценивают конкурсные заявки на гранты, от которых зависит деятельность в том числе добросовестных ученых, соответственно, имеют доступ к распределению финансовых потоков в науке». Вот такое сообщение. — Ну, правильное наблюдение, конечно. И вот качество этих самых академиков — это действительно очень существенная деталь для будущего нашей науки и, соответственно, нашей страны тоже. Ладно, проехали с академиками, хотя мы сейчас перескочим на другую тему, близкую. Потому что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату. То есть, на самом деле, это акт ратификации. Сами-то мы подписали уже это соглашение в 2015 году, но еще не ратифицировали. А сейчас вот произошел акт того, что называется ратификация. — Чем нам это гаразит? — Вот это самый интересный вопрос. Потому что сейчас в этом соглашении по климату участвуют 186 стран. И из так называемой «двадцатки» практически все, за исключением Соединенных Штатов и Турции, вот Россия вошла в число этих самых стран, которые участвуют в соглашении. Но речь идет о квотах на выброс так называемых парниковых газов, грубо говоря, углекислого газа. То есть, количество сжигаемого, ископаемого топлива, угля, нефти, газа. Чем больше его сжигается, тем больше углекислого газа в атмосферу выбрасывается, и тем сильнее влияние на климат. Так вот, Штаты гордо отказались подписывать эту бумагу. Что, в общем, очень на самом деле плохо, потому что они один из крупнейших промышленных имитентов этого самого загрязнения атмосферы. Ну, Турция поскромнее в этом смысле. В чем игра? Да, потому что есть квота у каждой страны, которая определяется в соответствии с ее промышленным развитием. Речь идет о том, чтобы не увеличивать эти самые выбросы. Так вот, в чем выгода России? Квота у нас довольно большая, и мы ее не выбираем. А этой самой квотой можно торговать. Ее можно продавать кому-то другому, уступать, и за это получать денежки. И, кстати говоря, это можно ведь использовать как инструмент политического влияния. Ты эту квоту взял и передал кому-нибудь, да? Кто тебе близок и симпатичен. А можешь просто продать на свободном рынке. Так что... А если закрыть ее производство, то квота у нас возрастет, и можно... Может быть, вообще за счет этого жить, да? Ну, вот именно поэтому, кстати говоря, было очень серьезное сопротивление со стороны энергетиков, потому что они хотели, чтобы энергетика развивалась, соответственно, жгли больше угля, нефти и газа. Но у нас промышленность, в общем-то, нельзя сказать, что быстро или темпами растет. Поэтому ожидать, что в ближайшем будущем мы будем сильно расширять количество сжигаемого топлива, просто оснований нет. И тут считается на калькуляторе. Значит, на калькуляторе посчитали и решили, что удобнее, выгоднее войти в эту самую парижскую команду с тем, чтобы там занять соответствующее место, и в том числе торговать или распределять эти самые квоты. Я думаю, что это решение правильное, хотя у нас до сих пор в стране есть масса людей, которые отрицают факт глобального потепления. Мы, кстати говоря, как-то это обсуждали, тематикой. С Ольгой Николаевной Соломиной, директором Института географии. Напомню, что факт потепления уже никем не отрицается. Другое дело, что некоторые его объясняют природными причинами, что, мол, раньше такое бывало. И правда, бывало. Там 5 тысяч лет назад было теплее даже, чем сейчас. Так называемый климатический оптимум голоцена. И никакого влияния человечества тогда не было. Но в чем разница? Тогда изменения содержания парниковых газов в атмосфере были, возможно, больше, чем сейчас. Но изменения продолжались в течение тысячелетий. То есть, ну, например, там... То есть это был больше накопленный эффект? Ну, можно и так, наверное, сказать. Но это были природные изменения, связанные, возможно, с внешними факторами, орбитальными. Ну, например, там... Чуть-чуть меняется позиция... День орбиты Земли? Дело не в... Орбита остается той же самой, но сдвигается по этой орбите так называемый день процессора равноденствия. То есть, Земля может проходить... Наклон, что ли, изменяется, получается, по сути дела? Ну, во-первых, колеблется земная ось, соответственно, приходит... Меняется угол, под которым приходит солнечная радиация. А, во-вторых, Земля может входить в летний период и быть, когда она ближе к Солнцу или когда она дальше от Солнца, понимаете? И, возможно, этим объясняются так называемые долгосрочные колебания. Но мы-то имеем дело с совершенно другим явлением. Буквально за 50 лет выскочило это самое количество... Это воздействие человека, как мне кажется. И здесь, я думаю, что это антропогенный фактор. И, в общем, большинство уже исследователей к этому пришли. И, коль скоро заговорили про это Парижское соглашение, этот Парижский клуб, то это уже становится общепринятой точкой зрения. И отказываться от этого, я думаю, сейчас просто и неразумно. Так или иначе, мы теперь член Парижского клуба. У нас, соответственно, есть эти квоты. А уж как ими распорядятся наши руководители, остается только догадываться. Думаю, что не глупо распорядятся. В общем, дай бог им здоровья. Смысл Парижского соглашения... Дай бог денег. Нам. Ну, и им тоже, да. До нас они вряд ли дают. Вот. Значит, Парижское соглашение — это что? Три пункта. Ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их могут полностью поглотить растения и мировой океан. Настолько сложная система, что очень трудно посчитать. Дело-то все в том, что углекислый газ растворяется в воде. В воде плавает планктон, который, значит, этот самый углекислый газ поглощает из воды и превращает, скажем, в кольцевые скелеты. Потом, если планктон умирает, они падают на дно и накапливаются толщи известняка. То есть это изысковистых отложений. Они как бы адсорбируют из атмосферы вот этот самый избыток углекислого газа. Роль мирового океана посчитать пока еще точно не удается. Плюс, конечно, растительность на земной поверхности. Все вот эти леса, которые сейчас вырубаются, они же тоже ловят углекислый газ из атмосферы и производят взамен биомассу. Когда мы леса вырубаем, мы уничтожаем вот этого поглотителя углекислого газа. И в этом тоже проявляется антропогенный фактор. Мало того, что мы выбрасываем в атмосферу парниковые газы, мы еще уничтожаем естественных адсорбентов. И поэтому процесс как бы с положительной обратной связью, как говорят ученые. Ну, то есть человечество, по сути дела, получается, что добивает само себя. Ну, оно всегда этим занимается. Но у него есть то преимущество, что оно может вовремя осознать тупиковость этого пути и что-то придумать. Вот парижский клуб пытается это придумать. Вторая позиция парижского соглашения, помимо ограничения выбросов, это замедление роста средней годовой температуры с тем, чтобы она не превышала более чем на 2 градуса средней годовой температуры в доиндустриальные времена. Сейчас мы практически уже подошли к этому параметру. Но надо еще иметь в виду, что средняя планетарная атмосфера это очень условный параметр, потому что температура в основном повышается в высоких широтах. Она может повысить, вот уже сейчас она больше, чем на 3 градуса в высоких широтах поднялась. А на экваторе она остается практически неизменной. То есть падает градиент температуры между экватором и полярными зонами. Соответственно, меняется атмосферная циркуляция. Поэтому вот эти ураганы, про которые мы все с вами многократно слышали, поэтому меняются треки, по которым ходят эти самые воздушные массы с большим количеством воды. И поэтому глобальное потепление сопровождается перестройкой всей атмосферной циркуляции. И где-то это может даже выразиться в локальном похолодании, потому что там, скажем, воздушные массы из полярных широт проникают глубже в континенты. Так что иногда бывает так, что зима холоднее, а тем не менее общая температура по планете и, главным образом, в высоких широтах повышается. Это для нас очень важно, потому что мы страна субполярная. У нас все-таки, мы очень северная страна. Деградирует вечная мерзлота. У нас на вечной мерзлоте некоторые города построят. Да вот в том-то и Петрушка. И на самом деле это некоторые угрозы. С одной стороны, вроде как получше, а с другой стороны, есть основания ожидать расширения засушливой зоны. Хотя не факт, потому что вот как раз повышение температуры сопровождается повышением испарения с поверхности океана. Соответственно, влажность увеличивается. То есть здесь настолько все сложно и неоднозначно, что так вот прямо говорить, что раз потепление, то должно быть теплее, это не совсем правильно. Да, нам бы отопление бы включить. Вот это очень актуальная тема, которая, кстати, отопление работает за счет сжигания того же самого угля. И, наконец, третий момент этого Парижского соглашения это создание фонда. А давайте, Дмитрий Борисович, давайте вот к третьему моменту мы перейдем буквально через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами, пишите, звоните. Скоро продолжим. Крепкий Орешкин 2 Да, абсолютно верно, Дмитрий Борисович Орешкин у нас в гостях. Он тут нам рассказал, можно сказать, о том, что происходит с вечной мерзлотой. Она теперь не мерзнет, а мы мерзнем, потому что... Она оттаивает, оттаивает болото, соответственно, выделяет в атмосферу метан. Это тоже вкладывает в свой... Ну, вот там слушатели пишут, что проблема, что оттаивая, вечная мерзлота высвобождает метан, что еще вредоноснее, чем СО2. А использовать мы его не можем? Нет, потому что... Ну, можем, но для этой технологии нужны чрезвычайно сложные. Потому что их... Он же понемножку сочится. Ну, понятно, то есть он неконцентрированный. Да, в отличие от нефти и газа. В связи с этим у нас остался как раз временно один сюжет. Давайте. Вот, связанный с климатом, но косвенно. Лидер европейской экономики Германия входит в рецессию. Промышленность германская летом пережила обвальное сокращение на 5,5% и в сентябре сделала еще один шаг к спаду. Индекс производственной активности падает. Минимальные уровни этого самого индекса за последние 123 месяца с финансового кризиса 2009 года. Данные, говорят специалисты, просто ужасные. Объемы новых заказов в сентябре минимальные за десятилетия. Приток инвестиций в новый бизнес сократился, минимальные значения с 2012 года. Ожидается падение глобального спроса на автомобили. Ну, Германия для нас это Мерседес и БМВ, да, естественно. Ожидается, что в 2019 году, в текущем, продажи автомобилей в мире упадут на 4 миллиона единиц, что тоже худший результат за последние 10 лет. Что это значит? Падает производство, падает спрос, падает спрос на бензин, потому что нет меньше машин, меньше бензина. Рецессия в Германии, соответственно, меньше спроса на газ, который мы поставляем в Германии для нас. Все это тоже очень серьезно. Так что, товарищи, покупайте больше БМВ и Мерседесов, поддержите братскую германскую экономику. Что происходит, на самом деле, в самой Германии в этом смысле? Она вынуждена, вынуждена, переходят от производства автомобилей на производство энергосберегающих и экологических решений. Уже инвестировано около 40 миллиардов евро. Ну, здесь понятно, это ветряные двигатели, там экологичное жилищное строительство с минимальными потерями тепла, субсидии для производства электромобилей. То есть, деньги переходят из производства того, что мы привыкли покупать, вот этих самых автомобилей, в качественно новую зеленую экономику. И в этом смысле парижское соглашение для Германии выгодно. Промышленность сокращается, уменьшаются промышленные выбросы, уменьшается потребление газа, нефти и всего остального. Зато увеличивается производство ветряков, вот всей этой самой альтернативной энергетики. И не от хорошей жизни, а вот под давлением таких объективных экономических факторов, та же самая Германия начинает строить себе эту самую зеленую энергетику. И нас, наверное, это не минует, потому что для нас это очень простой и негативный результат. Падает спрос на вот эти самые энергоресурсы, которыми мы хотели руководить миром. Там строили трубопроводную империю, там Северный поток-2 и так далее. Ну, они будут работать, конечно, и спрос все равно будет, но появляется альтернативная эта самая зеленая энергетика, и в нее тоже надо бы встроиться. Германия уже начала, а мы пока еще нет. Но, коль скоро мы вступили в этот самый парижский клуб, то раньше или позже нам тоже придется как-то переориентироваться на вот эту более экологически дружественную промышленность. И, в общем-то, я думаю, что это скорее к добру, чем к худу. Но туда надо тоже, естественно, инвестироваться, надо перестраиваться от вот этой вот системы главного идеологии, главной нефтяной лавки мира к более сложной позиции. Но это очень сложно, думаю, что у нас лет несколько уйдет на осознание этой необходимости. А пока ожидается довольно скверная конъюнктура и падение спроса. Да ладно, все будет хорошо. Среди этих бушующих волн экономических потрясений и военно-политических катастроф СССР стоит отдельно, как утес, продолжая свое дело социалистического строительства в борьбе за построение мира. Замечательная цитата. Это откуда? Это Иосиф Виссарионович Сталин, отчет доклада 17-го съезда партии ВКПБ 28 января 1934 года. Так победим! Дмитрий Борисович, огромное спасибо, что у вас гости на следующей неделе. Заходите еще, а я вам еще подброшу цитаты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!